Встреча высокого уровня по Сирии Своё участие ранее подтвердили все приглашенные стороны Впервые в качестве наблюдателя участвуют делегации Ирака и Ливана Все переговоры традиционно ведутся за закрытыми дверями Сегодня запланированы двусторонние и многосторонние технические консультации Ближе к вечеру ожидается выход к прессе спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева Основное пленарное заседание состоится завтра Итоги двухдневных переговоров будут изложены в совместном заявлении государств-гарантов астанинского процесса Отбор в президентский кадровый резерв стартует в Казахстане Впервые у молодых и активных граждан страны появилась возможность попасть в высшие эшелоны власти Для этого придется пройти несколько этапов отбора Его обещают провести максимально открыто и прозрачно Среди требований возраста до 35 лет Наличие высшего образования и стаж работы не менее 5 лет Впервые у молодых казахстанцев, которые добились значительных результатов в инновационных технологиях Экономики, инженерии, предпринимательской деятельности, медицине, культуре и многих других областях Появилась возможность пройти отбор в резерв и быть назначены на высокие государственные и управленческие должности Бросьте вызов своим возможностям и попадите в топ молодых эффективных будущих руководителей Которые сыграют решающую роль в развитии нашей страны и движущей силой прогресса Продолжаем выпуск В Туркестанской области сокращаются плантации акурая Тревогу забили местные пчеловоды По их словам, уникальное медоносное растение Фермеры не ценят, а потому запахивают и без того немногочисленные поля Акураевый мед – большая редкость Его удается собирать не каждый год На болевшей проблеме репортаж Казирины Попковой На безбрежных полях Южного Казахстана акурай уже отцвел Но растения до сих пор под пристальным вниманием пчеловодов Павел Ряженко – владелец крупной пчелиной пасеки в регионе Мужчина жалуется – беспощадно запахивают поля с акураем Пчелам все сложнее делать редкий деликатесный продукт Акурай – это единственная плантация на земле Это монофлерный мед, больше нигде нет такого Мы уже писали письма от общества пчеловодов Поднимали эту тему, но пока это все О полезных свойствах акураевого меда пчеловоды могут рассказывать часами Специально это растение в регионе никто не выращивает, оно сорное В этом году цвело всего неделю Из-за сильной жары цветы сгорели Пасечникам часто приходится переезжать с одного места на другое Они постоянно в поисках лучших территорий Ведь на многих полях не то что цветы не растут Здесь даже травы нормальной нет Размещать ульи возле фермерских полей пчеловоды боятся Говорят, многие используют химикаты Пчелы умирают, пасечники несут убытки Поэтому большинство уходят на дикорастущие медоносы Сейчас четыре гектара паха от земли И где-то пять тысяч семьсот гектаров Это только пастбище у нас Сами поймите, куда их подместить Где их выращивают Основные у нас все поляры, видите, что горы А в барах что сделаешь? Ничего не делаешь? Пчеловоды о своей проблеме написали в правительство Просят сохранить хотя бы то, что есть Последние годы пчеловодство в регионе проснулось после долгого сна Появилось много любителей Улья ставят в огородах Крупные пасеки субсидируют государство Катерина Попкова, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар, 24 Куда больше проблем сейчас, пожалуй, у российских пчеловодов Сразу в 30 регионах страны зафиксирована массовая гибель пчел Речь идет не только об ущербе для производителей меда Под угрозой урожай всех культур, которые опыляют эти насекомые Пасечники говорят, ситуация грозит обернуться экологической катастрофой Виновны в ней, по мнению экспертов, фермеры, которые бесконтрольно применяют химикаты При обработке полей и не соблюдают правила использования пестицидов О пчелином море в России сюжет данный, Нуршан Ну это, скажем так, будущее, пчелосемья, которая будет работать только на следующий год То есть она сейчас стоит на развитии Михаил Третьяков управляет одной из крупнейших пасек в России Это свыше 5000 улей в Краснодарском крае и во Владимирской области К счастью, его пчелиный мор обошел стороной Здесь не только производят мед, но и продают пчелиные семьи для разведения На фоне массовой гибели насекомых спрос на них вырос уже сейчас Скорее всего, это неконтролируемое применение и распространение пестицидов Обработка сельхозкультур и плохое взаимодействие аграриев с пчеловодами Не вовремя предупреждают пчеловодов об обработках Пчеловоды, в свою очередь, не все регистрируют свои пасеки Поэтому их сложно предупредить об этом Вот, наверное, это такие основные причины Сколько точно пчелосемей погибло по стране, пока неизвестно Данные у всех разные В минсельхозе говорят потери не больше 3% А вот по подсчетам Национального союза пчеловодов Речь может идти об уничтожении 20% популяции Вот такой добротный улей, в котором проживает от 40 до 60 тысяч пчел За сезон может дать от 30 до 50 килограмм меда Это по довольно скромным подсчетам Если же это кочующая пасека То собрать она может до 100 килограмм И нетрудно подсчитать убытки тех хозяйств Которые в самый разгар сезона столкнулись с массовой гибелью пчел Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков Заявила о том, что ущерб от массовой гибели Может составить триллион рублей Речь идет не только о потерях производителей меда Но и фермеров, которые выращивают культуры, опыляемые насекомыми С такой бедой столкнулись пчеловоды как минимум в 30 регионах России В Орловской области уже возбудили два уголовных дела по статье О нарушении правил борьбы с болезнями и вредителями растений Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24 США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Сарифа Как отметили в Белом доме Политик стоит во главе пропаганды и дезинформации Относительно ядерной программы республики Кроме того, Вашингтон считает Что Сариф покрывает преступления иранских властей Против собственного народа Сам глава внешнеполитического ведомства заявил Что введенные против него ограничения Никак не повлияют ни на него самого Ни на его семью Он также поблагодарил Америку Что она считает его Цитата Огромной угрозой для своих интересов Израиль одобрила строительство Почти 7 тысяч домов На западном берегу реки Иордана При этом 6 тысяч построек Предназначены для еврейских поселенцев Для палестинцев около 700 Решение принято в преддверии ожидаемого визита в Иерусалим Советника американского президента Джареда Кушнера Он занимается так называемой сделкой веком Это проект урегулирования ближневосточного конфликта По словам экспертов, пока не ясно Что означает решение Израиля на практике То ли разрешение на строительство новых домов для палестинцев То ли официальное одобрение уже существующих построек К сведению, западный берег реки Иордан разделен на несколько зон Одна из них находится под контролем палестинской автономии Другая принадлежит Израилю Также есть территории, находящиеся под совместным палестино-израильским военным контролем У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9 Подземные толчки были зафиксированы в районе 6 часов утра Их эпицентр располагался в 35 километрах к югу от города Сан-Сальвадор Очаг землетрясения залегал на глубине 92 километров Жертв и разрушений нет Последствия лесных пожаров в Сибири проявились в Монголии Столица Улан-Батор окутал смог В понедельник дым добрался до северных районов страны Во вторник вечером уже достиг центра Пожаров на территории Монголии нет В Израиле прошел массовый митинг против насилия в детских садах В частных яслях участились случаи избиения детей И люди требуют установить там государственный контроль Рассказывает Сергей Ауслендер Эти жуткие кадры, опубликованные полицией, потрясли Израиль В яслях в городе Роша-Айн воспитательницы издеваются над малышами Бьют беззащитных детей, швыряют на пол, запирают в кладовку, связывают руки Когда эти кадры показали матери одного ребенка, ей потребовалась медицинская помощь Насилие в яслях и частных детских садах стало настолько частым явлением Что общественность решила, дальше молчать нельзя Мы очень беспокоимся насчет времени, когда наш ребенок пойдет в армию и может попасть на войну Но задолго до этого он попадает на войну, про которую ничего не знает Он не умеет сражаться и сопротивляться, он не может победить Эту войну против детей ведут те, кто должен заботиться о них, как о собственных детях Как только за ними закрываются двери в детский сад, там начинается бой Про который мы ничего не знаем И узнаем только тогда, когда малыш ранен или вообще погиб Несколько тысяч человек на главной площади Тель-Авива Несколько часов митинговали против насилия в детских садах Совсем молодые, которым еще предстоит стать родителями И пожилые, у кого уже есть внуки и даже правнуки Но равнодушных среди них не было У каждого есть своя история Год назад мой трехлетний сын вернулся из садика с синяками Он плакал и отказывался идти в сад снова Я спросил, что случилось Он рассказал, что воспитательница била его и буквально запихивала в него еду И он боится туда возвращаться Я был совершенно шокирован Случаи, о которых рассказывали на митинге, один кошмарнее другого Когда Бат Эль Рогов, мама 11-месячного ребенка, рассказывала со сцены свою, в толпе рыдали Этот случай тоже хорошо известен 65-летняя воспитательница Ясли Цыпи избивала крохотного ребенка, душила его и даже угрожала убить Видеозаписи с камеры, которую установили родители, стали уликой в суде Цыпи сейчас дома со своей семьей А мой ребенок пережила такую страшную травму Я обещаю, что не успокоюсь, пока не дойду до конца Пока это чудовище не отправится в тюрьму и не получит по заслугам за свои преступления Проблема налицо Об этом и говорили на митинге Самая популярная фраза акции Дети не рождаются трехлетними Именно с этого возраста они могут идти в муниципальное или государственное учреждение АДО Лишь в частные ясли и сады За ними почти никакого контроля, никакого лицензирования и присмотра Что происходит там, становится известно, лишь когда происходят такие истории Мы считаем, что это государственная проблема Раз дети, наше будущее, страна тоже должна о них заботиться И об их безопасности тоже Нужны стандарты, чтобы было четко отрегулировано, сколько детей может быть в частном саду Сколько воспитателей, что они делают Митингующие требовали конкретных действий от правительства Не разговоров и обещаний, а мер, которые помогут контролировать то, что происходит в частных детских садах В Израиле сложилась парадоксальная ситуация За государственными детскими садами Четкие государственные контроли Прозрачные стандарты их работы В то же самое время любой желающий прямо на дому Без всяких разрешений и лицензий Может открыть частные детские сады И работать без всякого присмотра Именно этот пробел в законодательстве И требует устранить родители Сергей Услендер, Хабар 24 К событиям в нашей стране Почти 40% дорог в Североказахстанской области Находятся в неудовлетворительном состоянии Бездорожье доставляет жителям немало проблем На ремонт трасс местного и республиканского значений Выделено 37 миллиардов тенге Как в регионе собираются решать проблему Расскажет Зайра Джакупова Ямы и промойны Вот так выглядит чуть меньше половины дорог Североказахстанской области А это почти 3000 километров Бездорожье доставляет водителям массу неудобств Каждый день два раза в день Ездим в город по этим дорогам От Мамлюдки до Петропавловска Всего лишь 40 километров Для Ильи Ульянова полуторачасовой путь Порой кажется вечностью Особенно по бездной дороге Трассу уже начали ремонтировать Но пока водитель этого не ощутил Машину приходится чинить два раза в месяц Говорит Илья У меня подушка порвалась на двигателе Вот за таких кочек Она стоит тоже немаленькую сумму Резину рвем тоже Камни такие буужники большие очень лежат Проваливаемся По новому асфальту конечно легче стало Хотелось бы хорошо укатывали Бездны эти все На сегодняшний день 40 процентов Дорог региона нуждаются в ремонте В этом году на эти цели Выделена рекордная сумма 37 миллиардов тенге Привести в порядок Запланировано 705 километров В основном это дороги местного И более 100 километров Республиканского значения На следующий год привести в порядок В области обещают и трассы Петропавловск, Курган и Таиншачкалова Которые реконструируют уже несколько лет Кроме этого ведется капитальный Средний ремонт Большая работа ведется По автомобильным дорогам местного значения Ведущие к турецким объектам Аиртаусского района На ремонт автомобильных дорог местного значения В течение трех лет предусмотрено 62 миллиард тенге За последние три года на севере страны Отремонтировали 1900 километров дорог Связывающих 128 населенных пунктов Чиновники обещают К 2021 году в области 73 процента трасс Будут в хорошем состоянии Зайрат Жакупова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар 24 В Кокшетау проверили доступность нового городского общественного транспорта Для людей с ограниченными возможностями На остановке областного центра В рамках проекта «Будущее без барьеров» Вышли представители партии «Нуратан» и общественных организаций Из общего количества автобусов Только малая часть оборудована пандусами С выходом на городские маршруты новой техники Эта проблема частично решена Рамазан Мукатаев 15 лет передвигается на коляске В новый автобус заехать ему удалось только с помощью сопровождающего А вот предусмотренное для коляски место в салоне автобуса Его порадовало Больше нареканий со стороны проверяющих Вызвали неадаптированные остановочные пункты Этот вопрос, по их словам, будет решаться совместно с ответственными органами Впервые в истории отечественного спорта Казахстанец Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC Об этом в условиях договора с организацией, проводящей самые престижные бои по всему миру В эксклюзивном материале Ларисы Гречихиной В активе Шавкат Рахмонов Казахстанец Шавкат Рахмонова 12 побед и ни одного поражения Каждый бой заканчивался досрочно Неудивительно, что он стал интересен самой популярной спортивной организацией Смешанных единоборств UFC Причем этот интерес был вызван еще полгода назад Однако тогда предложение было отклонено Ему предлагали в начале года поединки в Чехии, в Санкт-Петербурге Но так как у нас были обязательства перед М1 Мы предпочли выступить уже в этой организации Взять пояс, защитить его И дальше уже спокойно рассчитывать на переход в другую лигу Первый бой Шавката пройдет уже в ноябре или декабре этого года Где состоится поединок, пока точно неизвестно Но называются две страны Россия и Южная Корея Он продолжит выступать в своем весе До 77 килограммов По условиям контракта Казахстанец должен будет провести Четыре поединка в течение полутора лет Это стандартный договор А далее все будет зависеть уже только от него Насколько он будет интересен И сколько побед одержит Ведь UFC это не просто спорт Это еще и яркое шоу Он чемпион М1 Поэтому учитывая его сегодняшний статус UFC с учетом его чемпионства Соответственно и предложила контракт Именно в тех размерах Чтобы это было не менее Чем он получал в М1 Global Сам боец смешанных единоборств Сейчас находится дома в Кокшетау И после почти месячного отдыха Начинает тренировки Конечно я рад, что подписал Из Казахстана Именно первый казах UFC попал Из Казахстана Я рад Хочу представлять Казахстан Достойно И своими победами Порадовать своих болельщиков Я ушел этому Примерно 5-6 лет Казахстана уровня Готовился Не знал, что Рано или поздно Буду выступать в UFC Все по плану идет Пока не верю Его первый соперник в UFC Пока неизвестен Определится он недель за 8 До поединка Как признался Шавкат Нашему телеканалу Он никого не боится И настроен только на победу Не знаю с кем Первые бои будут меня давать Не знаю Кого дадут Там нету Чтобы выбрать Какого-то именно соперника Я буду там 3-4 боя выиграть И потом буду спрашивать Давайте вот этот соперник мне Вот так В планах спортсмена Тренировки на родине Дальше он вместе со своим тренером Баяном Жангаловым Планирует провести сборы в США Лариса Гречихина Азамат Амангель Деулы Ганни Алшимбаев Хабар 24 На этом пока все Хорошего вам дня И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова